Доброе утро. Доброе утро. Что, как? Ну, торговая сессия в Азии завершается. В целом, динамика повышательная. Индекс тактической биржи максимум за полтора месяца. Сейчас обновил рекордный уровень по индексу индийской биржи. В целом, всё пока нормально. Ведь все истории с выборами в Европейский парламент, на Украине, они, в принципе, пока остаются в тени. Вот я смотрю, у вас и джонал газету заголовки. Первая тема выбрана Украине. Вторая победа ультранационалистических партий в Европарламенте. Вторая создание Евразийского экономического союза. Вот это как раз тема, которая стала центральной на форуме. То есть, по сути, там доминировала история вот этого тесных интеграционных процесса в рамках СНГ. Пока союз создаёт Россия, Белоруссия, Казахстан, а потом туда присоединятся Армения и Киргизия. Всё это создаётся, естественно, в рамках какой-то общей стратегии и по поддержке своих экономик, так и по наращиванию какого-то потенциала внутренних промышленных предприятий. Ну, естественно, заявление и российской президентской, и казахского о том, что будет набирать обороты промышленная модернизация, тоже, наверное, достаточно важное заявление. Обсудим вот как раз эту тему. Ну, у нас со мной на связи сейчас зампред правления Евразийского банка развития Геннадий Жужлев. Геннадий, доброе утро. Да, мы как раз на форуме общались вот в рамках этих всех интеграционных процессов. Вот понятно, что осуществлять все это проектное финансирование, которое необходимо для поддержания роста и в российской экономике, и в экономиках стран Евразийского экономического союза, для этого необходимо, конечно, добиться привлечения длинных кредитных ресурсов. Ну, понятно, что в первую очередь будут участвовать в этом деле крупные банки, наши госбанки, ваш банк. Вот в целом, как вы видите, как будет на деле, на практике проходить вот эта история? Длинные деньги, проектное финансирование, на самом деле, там в каком-то объеме существует, и в России, в Казахстане, даже в Беларуси есть программы, есть банк, который финансирует. Вопрос масштабов, то есть соотношения объемов желаемых, необходимых экономики и того, что мы на сегодня можем дать предприятиям. Например, наш банк по факту уже профинансировал проекты в большем на 5 миллиардов долларов, тех самых длинных проектов на модернизацию и в России, и в Казахстане, и в Беларуси. То есть эта сумма немаленькая, и кредиты выдаются, но нужно больше, больше на порядок, может быть, в десятки раз. Для меня очень важно по итогам форума то, что кроме тезиса, который неоднократно уже озвучивался о необходимости модернизации, озвучены какие-то конкретные возможности, конкретные предложения. С точки зрения получения банками каких-то ресурсов на такие проекты. Пока сложно говорить, что это, я бы не стал называть это длинные деньги, которые так необходимы, потому что речь пока идет о неких трехлетних деньгах. Но важно то, что этот процесс начался, то, что такие решения приняты, и он перешел в конкретную плоскость. То есть названы условия, какие-то условия рамочные, названы даже ставки. Это очень важно. То есть это уже не декларация? Ну, пока это декларация, но я надеюсь, что мы в ближайшие недели, может быть, месяц, увидим уже какие-то конкретные параметры этого финансирования. Но, повторюсь, принципиально важно, что эти параметры озвучены. То есть не просто будут какие-то деньги, а называются суммы. Названа там ставка, допустим, там привязка к инфляции, минус один процент стоимость фондирования, плюс один для компании. Это нормально, это хорошие деньги. То, что пока предлагается три года, тоже совершенно понятно, надо с чего-то начинать. То есть я не вижу в этом проблемы, а вижу как раз-таки большую возможность. Спасибо, Геннадий. На связи был Геннадий Жужлев, зампредправления Евразийской банкротизации. Обсуждали мы как раз, наверное, основную интригу, основной результат Питерского форума. Это заявление о создании Евразийского экономического союза и самый масштабный за последние полвека проект по модернизации и российской экономики, и экономики стран таможенного союза Казахстана, Беларуси, возможно, других стран. Продолжение следует...